Здравствуйте, дорогие ученики! В этом году мы с вами начинаем знакомиться с новым предметом для вас, который называется география. Для того, чтобы наши уроки проходили интересно, и вы закрепить могли те знания и понятия, которые мы с вами будем изучать, нам необходимы следующие принадлежности. Во-первых, вы должны использовать на уроках географии всегда учебник для пятого класса, который называется начальный курс физической географии. Для того, чтобы мы знали, какие объекты мы изучаем, вам необходимо на уроках иметь атлас, в котором имеется сборник карт, которыми мы с вами будем пользоваться. А также, ребята, вам нужно будет иметь контурную карту. Для закрепления знаний мы с вами на контурных картах будем обозначать объекты, которые находятся на поверхности земли. А также, ребята, для того, чтобы мы с вами могли вычерчивать графики, вычерчивать план местности, нам с вами необходима тетрадка. Поэтому заводим тетрадку в клетку. Пожалуйста, для того, чтобы вести записи, вам нужно будет приобрести простой карандаш, цветные карандаши и обязательно иметь ручки. А также, ребята, необходимо иметь такие принадлежности, как линейка, резинка, циркуль. Все это с вами нам пригодится для того, чтобы изучить науку географии. Так давайте начнем с ней знакомиться. И первый наш вопрос, который мы задаем всем, что же изучает география. География, ребята, как и все науки, оказывается, является древней наукой. Ну-ка вспомните из истории. Мы с вами говорили, были древние государства, такие как Древняя Греция, где, мы с вами знаем, ученые работали над законами. И одним из таких законов были географические законы. Об этом, ребята, свидетельствует один из научных трудов древнегреческого ученого Иратосфена под названием география. Она, кажется, состоит из двух греческих слов. Гео означает земля, графо означает описание. А значит, ребята, наука география занимается описанием земли. То есть давайте действительно в этом убедимся. Значит, географическая наука действительно длительное время занималась описанием земли. Так что же тогда является предметом изучения сегодня современной географии? А современная, ребята, география изучает, обратите внимание на картинки, те же природные объекты, которые мы с вами изучали в курсе природоведения. Те же, мы с вами говорим, животный и растительный мир. И одним словом мы это с вами называли природа. А значит, современная география занимается изучением природы. Но мы с вами знаем, что землю еще населяют люди, которые тоже отличаются своими особенностями. А значит, изучение современной географии являются и народы или население земли. А также, ребята, люди занимаются хозяйственной деятельностью. Поэтому современная география изучает и хозяйственная деятельность человека. Давайте теперь выясним. Раз мы с вами говорим, эта наука была описательной, значит, благодаря тем ученым, которые исследовали, описывали, совершали путешествия, мы с вами сегодня много знаем о науке географии. Вот тех ученых, которые занимались этой наукой географии, называют ребята географами. А значит, географ это профессия неутомимых исследователей. Давайте, ребята, мы с вами договоримся, что с сегодняшнего урока мы тоже с вами будем географами. То есть начнем исследовать нашу с вами землю. Итак, развиваясь, наука география, она разделилась, ребята, на несколько веточек. Для того, чтобы разделить очень много путешественников, обратите внимание, будет ли это по морю, будет ли это по суше, они собрали огромное количество сведений. Эти сведения позволили определить размеры земли и ее форму. А также на сегодняшний день такие детальные карты составлены, что можно определить каждую точку на нашем земном шаре. Давайте теперь выясним. Оказывается, дальше развиваясь, географическая наука разделилась на две взаимосвязанные, но и в то же время отдельные ветви. Обратите внимание, это физическая география и социально-экономическая география, которая сегодня, каждая имеет свое направление. И в то же время мы с вами видим, они взаимосвязаны. Изучая, ребята, в пятом классе географию, мы с вами в основном будем изучать все причины, которые и законы, которые касаются природы. А это является объектом изучения физической географии. Вот почему наш предмет называется начальный курс физической географии. Итак, давайте выясним, что тогда является предметом изучения нашей географии. А для того, чтобы найти этот предмет изучения, я вам предлагаю угадать несколько загадок. Давайте попробуем. Итак, эта лента голубая, неспокойная такая, между лесами вьется и о берег бьется, манит лента рыбака. Что за лента? То? Я думаю, вы и все, ребята, угадали. Это река. Давайте посмотрим на вторую нашу загадку. Ну, конечно, чудо это. Вот уже который век, даже самым жарким летом, на ее вершине снег. Догадались? Правильно. Речь идет о горных системах. Давайте еще посмотрим на загадку. То фиолетовый, то голубой. Он на опушке встречался с тобой. Название ему очень звонкое дали. Но только звенеть он сумеет едва ли. Это речь идет, ребята, о таком растении, как колокольчик. Давайте еще посмотрим. В ней песков большие груды. Называются барханы. А по ним идут верблюды, растянувшись караваном. Вы, наверное, догадались, что речь идет о пустыне. Давайте с вами посмотрим последнюю нашу загадку. Узнать его нам просто. Узнать его легко. Высокого он роста. И видит далеко. Вы догадались, о каком животном идет речь? Это жираф. Обратите внимание, ребята. Растения, животные, природные объекты, природные комплексы. Все это является предметом изучения физической географии. А простым словом мы можем сказать, что это природа нашей планеты. А значит, мы с вами будем изучать природу нашей планеты. Давайте теперь, ребята, выясним, исследуя природные явления, такие как неровности на земной поверхности, которые мы встречаем, или, например, мы с вами говорим о смене времен года, или мы с вами видим разнообразие растительного и животного мира. Изучая физическую географию, человек проникает в тайны мировоззания и открывает для себя законы природы. А с некоторыми законами, ребята, вы познакомились, изучая предметы, окружающие нас мир и природовидение. Мы все с вами увидели на картинке круговорот воды в природе. Как закон мы с вами его изучили. Но теперь мы с вами объясним причины. Если, например, смотрим на смену природных комплексов, мы видим, что не всегда природный комплекс много лет может сохраниться на одном месте. Каковы же причины смены природных комплексов? Или, например, мы с вами видим, как меняется поверхность земли, то есть рельеф. Где-то образуются овраги, где-то происходят другие события. Или мы с вами знаем, есть такие процессы, как извержение вулканов и землетрясение. Но мы с вами говорим, что это тоже происходит по определенным законам природы. И эти законы природы мы с вами будем изучать. А также одним из богатств природы являются полезные ископаемые. Как же они формируются на земле и как человек их добывает. Вот с этими законами природы мы с вами познакомимся в курсе географии. Итак, ребята, давайте вспомним из курса пятого класса, что природа у нас состоит из компонентов неживой природы и компонентов живой природы. Давайте выясним, какие вспомним компоненты неживой природы мы сегодня с вами знаем. Это воздух, правильно, которым мы с вами дышим. Это почва, в которой мы выращиваем с вами растения. Это вода, без которой человек не может вести хозяйственную деятельность. Это полезные ископаемые. И это, ребята, конечно, солнечный свет и тепло земли. Все эти компоненты мы отнесли к компонентам неживой природы. Тогда к компонентам живой природы мы можем вычислить это растения, это животные и это микроорганизмы. Скажите, пожалуйста, есть ли взаимосвязь между этими компонентами? Конечно, ребята, и очень тесны. Все эти компоненты природы человек использует как ресурсы. То есть нам необходимы все эти компоненты, чтобы вести свое хозяйство. А значит, между этими компонентами существует взаимосвязь. И они взаимодействуют друг на друга. Изменение одного компонента ведет к изменению другого компонента. А раз мы это с вами знаем, значит, мы с вами должны научиться разумно использовать природные богатства, которые мы называем ресурсами. Обратите внимание, если мы будем вырубать леса, если мы будем загрязнять воздух и воду, чем мы с вами будем пользоваться? Наша прекрасная, красивая планета может превратиться в безлюдную пустыню. Поэтому на сегодняшний день, изучая законы природы в науке географии, мы с вами должны это знать. Поэтому, как вы видите, эти географические знания нам будут необходимы. Но наука географии, ребята, она не только описывает все объекты на поверхности Земли, она еще, ребята, объясняет причины. Вот, например, почему на экваторе зимой и летом жарко, а, например, в умеренных широтах, где мы с вами живем, происходит смена времен года. Или мы с вами знаем, например, в пустыне, почему выпадает мало осадков, а в таких регионах, как горы, бываем в горах, выпадает больше осадков. И почему тогда и летом на вершине гор лежит снег. Вот эти причины, изучая физическую географию, мы с вами обязательно изучим. А также, ребята, мы с вами научимся беречь природу, не загрязнять воду и воздух, не засолять почву. То есть природа наша с вами, место обитания. А значит, какой она будет, от этого зависит и наше с вами существование. Так чему же учит физическая география? На этих уроках, ребята, вы узнаете общие закономерности природы земной поверхности. А также, ребята, мы с вами познакомимся с простейшими методами наблюдения за природными явлениями. Мы с вами знаем, в природе формируется очень много интересных форм рельефа. Как они возникают путем наблюдения, мы с вами можем сказать. А также мы с вами очень часто слушаем прогноз погоды. Его тоже просто так не дают. Вначале люди наблюдают, потом делают определенные прогнозы и выводы. А также, ребята, мы с вами знаем, мы наблюдаем за движением луны, солнца, говорим о солнечном затмении, о лунном затмении. Это тоже все путем наблюдения. Также, ребята, мы с вами научимся, то есть узнаем, как работать на планах и картах. И, ребята, конечно, мы с вами будем пользоваться картами и научимся пользоваться планом. Для этого нам необходимы еще приборы, ребят. Это компас, ребят, обязательно, и глобусы. Конечно, на уроках мы с вами эти объекты обязательно будем использовать. Итак, ребята, запишите задание, которое вы должны будете сделать дома. Прочитать, в первую очередь, введение. Второе. Прочитать параграф номер один. Что изучает география? Третье. Ответить на вопросы страница 5. И, ребята, в четвертом задании я прошу вас всех открыть учебники и найти в странице номер 6 у вас будет такое задание. Вы должны будете завести тетрадку и начать с вами наблюдение за погодой. Эта тетрадка в конце первой четверти будет обязательно проверяться. Вся инструкция записана на странице номер 6. И, ребята, для того, чтобы мы с вами закрепили эти понятия, которые мы с вами сегодня прошли, я попрошу выполнить творческое задание. Написать самому себе письмо. Что же такое наука географии? Спасибо вам большое за внимание. Я с вами прощаюсь до следующего занятия. Удачи! ЗОРБЛЕР ТЕРМОКТАНЧИК ВАТЫНЧИЛА ТЕРМОКТАНЧИЛА а не много? Это не манно. А не вместо этого взгляда? Будем снова переселить как пошлёдки. Обезопасность, обязательно негода? Вы,anı ты не знали. Но я отгораю, чё, не такое. Я не лечу, не хотела? У меня это очень большое слово. а можно делать эмоции. Ой! Скутер, он прямо заканул, entre на теле. Негода не требует, он не умреш, Субтитры делал DimaTorzok Ну, моя девочка, я говорю, я молодой! Нико мне, мне поестку орать! Да, я тебя! Давай, давай! Я живу, я Ребята! Ни моего ответа, я о себе решаю! Своё достоин, и всё, что больше. Но, когда я говорил, что я решила, я пойду в машинке. Правда! Ага, если у тебя играет, потому что я играет, Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Что же такое оркестр в древности? Слово оркестр – это греческое происхождение. И в античном театре его называли орхестр. Обратите внимание на иллюстрации. Античные театры какие были своеобразные. Они проводились в открытом пространстве. И до сцены стоял хор. И вот этот хор называли орхестр. В дальнейшем позднее так стали называть большой инструментальный ансамбль. Большие инструментальные ансамбли сопровождали музыкально-театральные представления или выступали самостоятельно. А в современном мире что же такое оркестр? Оркестр – это большой коллектив музыкантов, исполнителей на разных музыкальных инструментах. От подбора инструментов зависит тип или вид оркестра. Давайте мы с вами запишем основные типы оркестра. Первое – симфонический оркестр. Второй – струнный оркестр. Третий – духовой, военный оркестр. Четвертый – эстрадный, джазовый оркестр. И пятый – оркестр народных инструментов. Конечно же, мы должны с вами вспомнить из предыдущих уроков музыки, кто руководит оркестром. Конечно же, дирижер. Молодцы, вы угадали. Любой оркестр – это большой коллектив музыкантов, исполнителей. Их слажена игра невозможна без дирижера. Дирижер – слово от французского означает управлять, направлять. Перед дирижером стоит партитуры, ноты, где написаны, где, в какое время должны вступать те или иные музыкальные инструменты. У дирижера в руке есть дирижерская палочка. И только в XIX веке дирижерская палочка появилась у дирижера. До XIX века дирижерской палочки не было у дирижера. Он отстокивал ритм ногами. Для чего нужно отстукивать ритм? Для того, чтобы весь коллектив в одном ритме сыграл музыкальное произведение. Давайте мы с вами разберем все типы этого оркестра. Первый оркестр у нас был симфонический оркестр. Он сложился во второй половине XVIII века. Основателями классического симфонического оркестра являются представители Венской классической школы Йозеф Гайден, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, в творчестве которых оркестр сформировался как объединение четырех инструментальных групп. Какие же это группы? Струнно-смычковая, деревянно-духовая, медно-духовая и, конечно же, ударная. У симфонического оркестра самые широкие выразительные возможности. И симфонический оркестр является самым крупным оркестром из всех оркестров. Следующий оркестр – это струнно-оркестр. По сути, он представляет собой группу струнно-смычковых музыкальных инструментов. Ни ударных нету, ни духовых. Здесь у нас инструменты-скрипки. Скрипки бывают первая скрипка, вторая скрипка, скрипка-альт, виолончель и контрабас. Такой тип оркестра известен с XVI века. Следующий оркестр – духовой оркестр. Это коллектив исполнителей на духовых и ударных инструментах. Он способен выступать в любых условиях – в помещении, на открытом воздухе, даже в движении. Дорогие ребята, а какой духовой оркестр в движении может играть на музыкальных инструментах? Конечно же, военный оркестр. Еще в Древнем Египте, в Греции, в Китае и Индии торжественные религиозные обряды и военные действия сопровождались ансамблями духовых и ударных инструментов. Первые духовые оркестры появились в Европе в XVII веке. Следующий оркестр – это у нас эстрадный оркестр. Он используется различными типами составов. Также он может называться джазовый оркестр. Но самый распространенный тип – это эстрадно-симфонический оркестр, где музыка очень мелодичная, очень простая и отсутствует импровизация. И последний тип оркестра – это у нас оркестр народных инструментов. Дорогие ребята, каждый народ имеет свои традиционные музыкальные инструменты. Например, неаполитанский оркестр – это итальянский оркестр, состоит из мандолин и гитар. Оркестр национальных инструментов Африки и Индонезии в основном – это ударные инструменты. В состав оркестра русских народных инструментов играют балалайки, гусли, свирели. А также в состав оркестра узбекских народных инструментов наши национальные музыкальные инструменты – дутар, рубаб, чанг, гиджак, най, дойра и многие-многие другие инструменты. Вот, дорогие ребята, мы с вами сегодня познакомились с оркестром и его разновидностями. Давайте с вами сейчас повторим. Из каких типов состоит оркестры? 5. Симфонический, струнный, духовой, военный, эстрадно-джазовый и оркестр народных инструментов. Молодцы! Переходим к следующей части нашего урока. Это самая любимая часть. Мы сегодня с вами разучиваем песню «Наша школьная страна». Послушайте сначала эту песню, а потом мы с вами ее будем разучивать по фразам. Не крутите, красный глобус, не найдете вы на нем Той страны, страны особой, о которой мы поем Наша старая планета вся изучена давно А страна большая – это вечно белое пятно Пусть в эту страну не идут, не идут поезда Наш мамы впервые приводят за ручку сюда В стране этой зволкой веселой Встречают нас как новоселов Страна – это в сердце всегда Новый класс, как новый город, мы приходим каждый год Время юных фантазеров, непосредневый народ Значит, вновь их дети плыть на бабе в крайней той стране Неожиданным открытием выпускной своей весне Пусть в эту страну не идут, не идут поезда Наш мамы впервые приводят за ручку сюда В стране этой зволкой веселой Встречают нас как новоселов Страна – это в сердце всегда Вот, дорогие ребята, вы прослушали песню «Наша школьная страна», а теперь мы будем ее разучивать Но перед тем, как разучивать, давайте мы с вами разогреем наши голоса Три упражнения Первое упражнение у нас с отнутыми губами Внимательно послушайте Пожалуйста Молодцы А теперь три ноты Ми-ре-до Пожалуйста Ми-ре-до Ми-ре-до Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь припев Пусть в эту страну Не идут, не идут поезда Нас мамы впервые Приводят за ручку сюда Еще раз Припев Две строчки Пусть в эту страну Не идут, не идут поезда Нас мамы Нас мамы Впервые Приводят за ручку сюда Дальше В стране этой звонкой Веселой Встречают нас как Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Страна А теперь соединяем Первый куплет и припев Не крутите пестрый глобус Не найдете вы на нем Той страны стране особой О которой мы поем Наша старая планета вся изучена давно Но страна большая это вечно белое пятно Пусть в эту страну не идут, не идут поезда Нас мамы впервые приводят за ручку сюда В стране этой звонкой веселой Встречают нас в новоселов Страна это в сердце всегда Молодцы! Второй куплет приготовились Мелодия такая же, только слова другие Это очень легко В новый класс, как в новый город Мы приходим каждый год Племя юных фантазеров, непоседливый народ Значит вновь лететь и плыть нам по бескрайней В той стране, к неожиданным открытиям У нас повторяется припев А теперь объединяем всю песню и споем от начала до конца Не крутите пестрый глобус, не найдете вы на нем Той страны, страны особой, о которой мы поем Наша старая планета вся изучена давно Но страна большая это вечно белое пятно Пусть в эту страну не ведут, не ведут поезда Нас мамы впервые приводят за ручку сюда В стране этой звонкой веселой Встречают нас как в новоселов Страна это в сердце всегда Новый класс как в новый город Мы приходим каждый год Племя юных фантазеров, непоседливый народ Значит вновь лететь и плыть нам по бескрайней В той стране, к неожиданным открытиям Выпускной своей весны Пусть в эту страну не идут, не идут поезда Нас мамы впервые приводят за ручку сюда В стране этой звонкой веселой Встречают нас как в новоселов Страна это в сердце всегда Молодцы! Понравилась вам песня, дорогие ребята? Она очень веселая, задорная и очень добрая А теперь, дорогие ребята, давайте с вами запишем домашнее задание Первое задание у нас будет прочитать пройденную тему на странице 6.12 Второе задание составить кроссворд со следующих слов Дирижер, духовой, струнный, джазовый, эстрадный Где ключевое слово будет оркестр И третье задание Выучить песню наизусть Наша школьная страна И третье задание Выучить песню наизусть Наша школьная страна На этом, дорогие ребята, наш урок подошел к концу Желаю вам всего самого хорошего До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я проведу урок в пятом классе Тема нашего урока Средство выразительности в изобразительном искусстве Наш мир, ребята, очень красив Настоящее богатство окружающего мира, ребята, это цвет Давайте, ребята, вспомним цвета Основными цветами являются Желтый, красный и синий Если мы смешаем основные цвета, то мы получим вторичный цвет Если смешаем желтый и красный, получим оранжевый цвет Если смешаем желтый и синий цвет, получим зеленый Если смешаем красный и синий, получим фиолетовый Это, ребята, вторичные цвета Но посмотрите, какой круг еще цветовой Это очень интересно Вы когда дома рисуете, на уроках рисуете, вы смешиваете краски А давайте посмотрим, какие третичные цвета могут получиться Посмотрите, красный цвет мы смешаем с фиолетовым Получим красно-фиолетовый оттенок Красно-фиолетовый цвет получается Если мы смешаем зеленый и синий, то мы получим синий-зеленый цвет Если мы смешаем желтый и зеленый, тогда получим желтый-зеленый Если смешаем желтый и оранжевый, получаем желто-оранжевый Если смешаем красный и оранжевый, то получим красно-оранжевый Итак, ребята, мы можем смешивать цвета между собой и получать различные оттенки Но некоторые цвета, ребята, мы относим к теплым и холодным цветам. К теплым цветам мы ассоциируем эти цвета. Эти цвета связаны с солнышком, ассоциируем с огнем, ассоциируем. А вот эту сторону цветов мы связываем с холодом и с водой. А теперь посмотрите средство выразительности в живописи. Известный художник Узбекистана Карахан написал картину «Золотая осень». Он, ребята, посмотрел на природу, и мы глазами художника увидели очень красивую природу. Посмотрите, горы написаны на картине холодных тонов, а деревья – теплыми тонами. И также нарисованный архитектурный пейзаж теплыми тонами. Через картины свои художник передает свои мысли, чувства, настроения. Выразительное средство в графике, ребята, это штриховка, это линии, это оттенки. И для того, чтобы, ребята, изобразить и показать картины объемными в графике, нужно правильно наносить штриховку, чтобы мы посмотрели и увидели, как вот здесь на рисунке, что чашка у нас, посмотрите, очень объемная, выразительная. И, конечно, и вам, и всем понравится правильно нарисованный рисунок. Правильно, ребята? Средство выразительности в скульптуре. В скульптуре, конечно, эти средства художник передает объем. И обязательно, конечно, материал. Ведь скульптуру можно лепить из глины, из мрамора, гранита. Это может быть бронза или медь. Но художник из какого бы материала ни было скульптура, обязательно должен передать фактуру, что это будет ткань, человек, или, может быть, это животное и так далее. Средство выразительности в декоративно-прикладном искусстве, ребята, это ритм. Конечно, также и цвет, также симметрия. Посмотрите, и форма. А вы знаете, ребята, что такое декоративно-прикладное искусство? Декоративно-прикладное искусство, ребята, создано народом. И цель художника – передать и сохранить до нас, до следующих поколений, то, что создано было веками, годами. И, конечно, каждый художник постарается сохранить, приумножить богатство нашего узбекского народа. Посмотрите, это резьба по дереву, это расписные наши леганы, очень красивые. Это ювелирное искусство. Это чеканка, это золотошвейное мастерство, вышибка сюзане. Также выразительные средства в дизайне. Ну, дизайн, конечно, ребята, это прежде всего внешний вид. Вы задумывались над тем, что вокруг вас окружает огромное количество предметов. И дома, и в школу вы ходите. Например, это здание, это предметы, предметы быта. Это может быть красивый чайник у вас на столе. Это может быть здание, в которое вы входите. И, конечно, посмотрите, с какой любовью выполнен кувшин. Как красиво лепесток лег, кончик носика этого чайника. Посмотрите, а это брошь, очень красивые изделия. И над этими изделиями работают художники-дизайнеры. Искусство дизайна делится на три основных направления. Это архитектурный, промышленный и издательский. У нас по Узбекистану и по городу в Ташкенту ездят очень красивые машины. Наверняка вы знаете их очень хорошо. Это Матис, Спарк, Лос-Эти, Малибу и так далее. То есть такие красивые машины, ребята, тоже над ними работает художник-дизайнер. И они украшают наши города. А в городе Ташкенте, столице Узбекистана, построен Ташкент-сити. И новое очень красивое воздушное ажурное здание – это гостиница «Хилтон». Над ними тоже работали художники-дизайнеры, архитекторы-дизайнеры. Издательский дизайн. Мы все хотим на праздник подарить своим родным и близким красивую открыточку, подписать ее теплыми добрыми словами. А еще хотим прочитать красивую книгу, очень хорошую. И хотим полистать журнал. И, конечно, для этого тоже нужен издательский дизайн. Дорогие ребята, давайте сделаем с вами практическую работу. Выполнить ее несложно, но я вам советую, ребята, пофантазировать. Это могут быть и воздушные шарики, или просто геометрические фигуры. Посмотрите, если я нарисую вот так воздушные шарики, вы же можете их нарисовать очень просто. Но некоторые из вас, ребята, могут нарисовать вот так в виде куба или ромбиков вот таких. Могут овалы нарисовать. Просто овалы. Могут выполнить изображение вот таким образом, просто в виде цветочков. Просто соединить между собой их. Вот смотрите, у вас будет одна фигура, а сверху накладывается другая фигура. А упражнение, ребята, будет такое. Очень важна, ребята, ваша фантазия. Мы с вами знаем основные цвета. А теперь давайте возьмем желтый цвет. И раскрасим шарик желтым цветом. Вот я раскрасила шарик желтым цветом. А теперь возьмем синий цвет. И я раскрашиваю шарик синим цветом. Я всегда, ребята, всем советую выполнять эти упражнения. Почему, ребята? Потому что очень многие ребята боятся рисовать красками. А если вы будете упражняться, учиться смешивать цвета, то у вас этот страх пропадет. И вы будете выполнять очень красивые работы. Посмотрите, ребята, один цвет накладывается сверху, другой цвет. То есть на желтый мы наложили синий. А вот это расстояние промежуток, который мы наложили, получился зеленый цвет. А теперь я возьму желтый цвет. И красный цвет. И вы в своих рисунках, ребята, посмотрите, какие тонкие, нежные переходы краски могут быть. А теперь, ребята, возьмите цвет красный. Закрасьте полностью. И возьмите синий цвет. Если вы сделаете, ребята, на своем альбомном листе разные вариации работы, смотреться будет абстрактно очень красиво. Поэтому я вам и советовала, потренируйтесь, пофантазируйте и выполните такие рисунки. И если мы смешаем красный и синий, то получим фиолетовый цвет. Вот посмотрите, как на его смешивается краска и как изменился оттенок этой краски. Вы можете дальше дофантазировать. И если вы возьмете тоненькую кисточку, прорисовать еще какие-то моменты. Ну, я в данный момент прорисую просто шарик. Я же нарисовала шарик, и поэтому я прорисую вот здесь вот так линии. А вы будете фантазировать и выполнять свою работу. Самое главное, ребята, чтобы вы смешивали цвета и смотрели, какие оттенки какого цвета могут получиться. Вот такая работа у нас получилась. Я вам желаю, ребята, чтобы вы создали свои творческие работы. Подумайте, пофантазируйте, какие рисунки вы можете нарисовать. Но самое главное, ребята, чтобы вы учились смешивать краски и никогда эту краску не боялись. А сейчас, ребята, я хочу вам предложить домашнее задание, над которым вы должны немножко потрудиться. И вы должны обязательно прочитать в учебнике со страницы 3 по 28 тему. Это первая тема. И нарисовать рисунок на смешивание цветов. Ребята, я вам всем желаю творческих успехов. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Здравствуйте, дорогие ребята! Начинается урок технологии. Его проведу я, Шакиров Фуркат Фархадович. Тема нашего урока – роль техники и технологии в организации трудового процесса. Фактическая работа у нас будет – планирование изготовления пенала. Народные промыслы каждого народа являются отраслью, отражающей его историческое развитие. Национальными ценностями считаются его духовным, материальным и культурным наследием. На рисунке перед вами изображено, как вы видите, гончарные, керамические изделия. От разноцветности их разбегаются глаза. Нет таких... Разбегаются глаза. Каждый гость, приехавший к нам в республику, турист, незамеченным не пройдет мимо этих сувенирных изделий. В машиностроении и во всех его отраслях работают и используют механизированные и автоматизированные роботизированные комплексы и оборудование. Именно от этого в конечном счете зависит эффективность и качество трудовых процессов. Перед вами изображены сельхозтрактора, сельхозпродукция, которая выпускается у нас в Афганистане. Здесь показаны трактора для пассивных работ, трактора хлопкоуборочные, садовые трактора. К ним идут прицепы, полуприцепы, но не только машиностроение нашей республики занимает одной из ведущих ролей в Центральной Азии. У нас выпускаются легковые автомобили, грузовые автомобили, выпускаются автобусы. Механизация является основным направлением развития техники. Перед вами показан конвейер, цикл, полный цикл работ, начиная от сборки с рамы до полного выпуска машины. К механизированным комплексам относятся инструменты. Инструменты нужны для ремонта, для наладки оборудования. Станки. Станки бывают токарные, фрезерные, прессовальные, прессовальные, различных видов и модификаций. И все это приводится в действие механическим воздействием человека. Но также роботизированные линии, перед вами показаны роботизированные линии, где для помощи человеку идет робот. Здесь показаны, где они собирают тяжелые узлы и детали, где человеку сложно подобраться, где тяжело. Также используются роботы в покрасочных цехах, в шумных цехах, где человек, вредно человеку для здоровья. В покрасочных цехах запах, в сварочных цехах, где идет сварка, дым, везде применяется робототехника. Поэтому внедрение робототехники широко используется на сегодняшний день в производствах. К частичному механизированию относятся отдельные операции на производстве. Комплексная механизация. Использование более сложных станков, чем ручных. Создается определение изделия, при этом работник управляет комплексом машин, то есть несколькими десятками машин одновременно. Автоматизированная высшая степень механизации производства, при которой машины управляют механизмами, а квалифицированный работник только налаживает и контролирует производственный процесс. Повышением продуктивности и производительности труда улучшение качества является механизация и автоматизация производства. Технология включает в себя способы работ, ее режим, последовательность действий. Способы работ это значит разновидность, разность работы. Ее режим это цикличность, конвейер, последовательность это хранение, транспортировка. Задание для закрепления, ребята. Как вы понимаете, определение техника и технология. А сейчас мы переходим к практической работе по планированию изготовления пенала. Для того, чтобы сделать пенал, нам необходимо спланировать, то есть изучить, из какого материала мы его будем делать, какой конфигурации будет у нас пенал. Для этого в наличии должен быть материал. Я сегодня для образца покажу вам обычной цилиндрической формы древесина, вот обычной цилиндрической формы древесина, из которой получился вот такой вот пенал с отверстиями для ручек и карандашей. Вот таким образом складывается и получается вот такой пенал. Но разнообразие пеналов очень много. Можно делать цилиндрические, как я сказал, кубические, сферические. Это зависит от материала. Но сегодня мы рассмотрим цилиндрический пенал. Для этого нам необходима сухая древесина. Из сухой древесины прежде мы выбираем нужный нам размер. Отмеряем линейкой какой бы мы хотели иметь пенал, какой высоты. к примеру 10 сантиметров. Это более чем достаточно хороший пенал. 10 сантиметров. Отмеряем линейкой 10 сантиметров, чертим карандашом отмеренное отмеренное. Отмеренное ножовкой ножовкой соблюдая технику безопасности мы отпиливаем, то есть отрезаем нужный нам размер. Получив нужный размер мы переходим к отделке. Что значит к отделке? Если нам нужно сделать декоративный пенал, то мы оставляем кору дерева, оставляем для декоративности, оставляем просто верхнюю часть, верхнюю часть и нижнюю часть шкуркой отшлифовываем. Отшлифовываем до белизны, до ровности. Затем это верхнюю часть и нижнюю часть. Затем размечаем отверстие. Для этого опять же линейкой карандашом размечаем, находим центр и разлиновываем. выбираем нужные нам отверстия. Ставим точки затем для того, чтобы когда вы отработаете, когда вы отшкурите до нужного размера, вот такой вот белизны получается, вот он отделанный, вот так отшкуренный образец пенала, вот он. Для этого, чтобы сделать отверстие, мы разметили. Теперь, для того, чтобы при сверлении у нас сверло не соскакивало, мы делаем насечки. Насечки делаем шилом либо гвоздем. Берем молоток, где мы разметили точки, на них делаем насечки. Молотком делаем насечки. Таким образом, нужное количество насечек отверстий. Затем берем ручную дрель, ручной дрелью просверливаем отверстие. Просверлили отверстие. Затем стружку, которую в них аккуратно высыпали. И изделие получается у нас вот такого вида. Еще есть виды отделки. Виды отделки можно покрыть лаком, можно наклеить переводилки. Я вам рекомендую кубический кубический куб. кубический пенал. Куб и в нем вот такие отверстия сделать. Это как подарочный набор получится. Вы все знаете, что здесь есть расположены в заре цифры. И вот на кубе будет очень хорошо смотреться. Можно сделать объемный куб. Допустим 15 на 18 и будет очень красиво. Можно сделать и сферический пенал. Туда может поместиться вся канцелярия, начиная от линеек, ножниц и карандашей. на этом дорогие ребята наш урок закончен. Вам всего доброго. До свидания. Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok